Думал. У тебя в сердце незаживающая рана. Я всё знаю. Это из-за Эми ты теперь не спишь. Она отвергла твою любовь. Она любит меня как друга, как брата. Я сказал ей о своей любви, но слишком поздно. Слишком. И теперь ты переживаешь? Да на свете полно женщин помимо неё. Я знаю, но жизнь сложная штука. Люди влюбляются в тех, кого не должны любить. В любви всё так запутано. Человеку это трудно понять. Господь благословил Эми и дал ей то, чего она заслуживает. Что будет для неё лучше? Она там, где она должна быть. И это правильно. Ужасно. Это не важно. Все хотят познакомиться с тобой. Почему ты не отвечаешь? Поговори с ними вместо того, чтобы смотреть с таким ужасом. Да, просто твои друзья, они... Да, они всегда шутят, не обращая на них внимания. Да, но понимаешь, я чувствую себя здесь лишней. Простите. О, Рикардо. Прости, Алекс. Мне кажется, мы раньше с вами встречались. Ричи. Да. Какой сюрприз. Кто бы мог подумать. Дай мне на тебя посмотреть. Ты совсем выросла. Настоящая красавица. Мы не виделись столько лет. Лет 15. Но ты совсем не изменился. А тебе такого сказать не могу. Ты такая красавица. Прости, Алекс. Мы с Марией Эмили учились в одном классе. Вместе играли. Да. Мы жили в соседних домах. Ходили в школу. Помнишь? Да. Значит, ты и есть та девчонка с двумя косичками. Какой ты теперь стала, красавица. Да. Да, я понимаю, очень приятная встреча, но... Алехандро, ты ревнуешь? Ревную. Как ты можешь? Поздравляю. Если бы я знал, что Мария Эмили вырастет такой красавицей, я бы ее не упустил. Прости, Рикардо. Мы должны идти. Мы как-нибудь должны встретиться. Да, да. Вспомнить старые времена. Да. Пока. Пока. Что это вы прячетесь по углам? Мы хотели пойти на террасу. Нет, нет, Алекс. Неужели ты один собираешься наслаждаться ее обществом? Нет. Она пришла к нашим друзьям. Не отрывайтесь от коллектива. Все хотят с ней познакомиться. Ну, пойдемте. Эстелита, я от души посмеялся. Это еще не все. Я дам тебе приворотного зелья. В моем городе его дают мужчине, если хотят, чтобы он влюбился. Поздно. Я хочу отыграться. Вот моя доля. Давай играть. Заметил? Хищник никогда не работает, но у него всегда полно денег. Возможно, кто-то уверен, что он их зарабатывает, но я этому не верю. Он целый день торчит здесь. Так откуда у него деньги, скажи мне? Один бог знает. Да. Омерзительный тип. Жутко противный. Играет, пьет, ухлестывает за женщинами. Бог знает, чем он еще занимается. В наше время очень трудно найти хорошего человека. Вот, например, у меня есть дочь. Девчонка на выданье. Ну и здесь все не так просто. И Мигеллон меня очень беспокоит. Не говорите так. Мигеллон мой брат. Это не значит, что он не может быть подонком. Вот именно, подонок. Вот ты совсем другое дело. А вот и она. Алекс увел ее от нас. Мария Эмилия не хочет с нами общаться. Мы должны ее попросить. У нее нет опыта общения в высшем свете. Марсия, оставь ее в покое. Марсия, пожалуйста. Но Лаурита, Мария Эмилия должна привыкнуть к таким вечеринкам. Ведь для этого она сюда и пришла. Да. Я хотела со всеми познакомиться. Ну, наконец-то. Браво! Тебе нужно выпить, чтобы расслабиться. Я предлагаю тост. Поднимем бокалы. Иди первый, ты наша почетная гостья. Иди, иди. Простите, простите. Она пролила все на меня. Вы только посмотрите. Что случилось? Подруга Алекса все разлила. Ну, как это могло случиться? Алехандро, дорогой, уведи меня отсюда. Как бы мне хотелось, чтобы Мерседес влюбилась в тебя. Ну, а она любит Мегелона. Я бы разрешила тебе жить у нас. Ты хороший, ты работящий. Ты думаешь о будущем. Ты мог бы мне помогать. Так было бы здорово. Но он ведь пытается исправиться, пытается зарабатывать. Все мои племянники, которые видели его в шокерском костюме, сказали, что это ужас. Я говорила Мерседес, что она должна быть осторожна. Я не хочу заботиться о внуках. Он бросит мою дочь с ребенком на руках. Или с двумя. Нет, мы же так бедны. Господи, ну почему на свете так много плохих людей? Ну почему нам так не везет в этой жизни, а? Успокойся, дорогая. Не нужно так. Успокойся, пожалуйста. Мария Эмилия, успокойся. Перестань плакать. Ничего страшного не случилось. Да, это могло случиться с любым. Правда? Мне плохо. Я такая неуклюжая. Ужасно. Просто ты пока к этому не привыкла. Но со временем ты не будешь больше совершать подобных ошибок. Я так переживаю. Я очень расстроена. Не волнуйся. Официант все уберет. Ты же знаешь, люди начнут об этом судачить. Не слушай меня. Очень скоро они все забудут. Нет, нет. Пойдем отсюда, пожалуйста. Но вечеринка только началась. Умойся и сделай вид, что ничего не произошло. Да, да. Нет, нет, пойдем. Мария Эмилия, прекрати. У тебя истерика. Любой может уронить бокал, потому что нервничает. Это не повод для ухода. И перестань плакать. Алекхандро. Она не умеет держать себя в руках. Она из тех, кому нужно выплеснуть все свои эмоции. Проблема в другом. Ты испытываешь наше терпение. Весь вечер ты не упускала возможности унизить ее. Оставь ее, наконец, в покое. И ты тоже, Алекхандро. Лаурита, уходите. Все хорошо. Не плачь, пожалуйста. Попрощайся, мы уходим. Почему? Ты не знаешь, что случилось? Что, Франциско, что? Это все она. Подружка твоего сына. В чем дело? Она всех нас опозорила. Ты видишь результаты этого эксперимента. Я надеюсь, теперь ты не будешь больше о ней упоминать. Ни ты, ни Алекхандро. Субтитры создавал DimaTorzok